Субтитры сделал DimaTorzok У нас здесь открыто, потому что жарко, чтобы было свежий воздух В общем, кто смотрел мое видео про маринование мяса Вот я вам говорил, что собираюсь его коптить Прошло полтора суток, грубо говоря Сейчас я хочу помыть сначала коптилку И мясо я уже, видите, заранее вынес Тут мухи Заранее вынес, чтобы оно здесь обсыхало То есть вот эти голени куриные я вам показывал И вот это мясо огромное В общем, сейчас я пока помою коптилку Как внутри, снаружи И потом, в общем, займемся копчением В общем, друзья, прошло уже часа два или три Мясо, курицы немного подсохли Я за это время, в общем-то, помыл всю коптилку То есть, как видите, здесь И даже со всех сторон Вот, теперь В общем, я ни то, ни то еще не коптил Поэтому, как бы, экспериментальное копчение получается Все еще думаю Как это лучше сделать Единственное, что меня смущает То есть, видите, размеры Просто ж пипец Я не уверен, что оно вообще прокоптится Не знаю, разрезать его или нет То есть, так оно влазит Но вот это еще больше По размеру Вообще пипец Вот Видите Вместимость коптилки-то В принципе, их даже если Скомпоновать То можно даже на одну засунуть Наверное, так и сделаю Вот Так Ладно, тогда мне эти полки не нужны Получаются Зря их мыл Так В общем, по времени А что по времени А я даже не знаю Часа на Блин А курица-то, наверное, и за два закоптится А вот с мясом я хрен его знаю Ладно, поставлю, короче На четыре часа Ну, попробую через два Перевернуть Так Пусть оно еще Проветривается Пока Пилки я жалко не помню С каким По-моему Яблочные От вкуса Вернее, от опилок Тоже вкус зависит Хотелось бы, конечно С разными попробовать Еще есть другие виды Раскрыть их Но это Если все это закоптится Все нормально получится Это будет Кипец Можно Потом этой фигней Недели две Питаться Так Ну что Включаю Так Так Ладно Температуру Ладно Давайте поставим Десять и двадцать пять И время Четыре Четыре часа Все Поехало Процесс Все на месте Месячки на месте Это на месте Закрываю То есть Видите По объему Сюда можно еще Получается В два раза больше Наложить Потому что Две полки Есть Здесь в общем Открыто на максимум Должно быть Вот Ну и все Я теперь жду То есть Я постараюсь Просто через Оно время Здесь показывает Четыре часа Когда будет два Постараюсь Проверить Может курицы Это уже будут готовы Через два часа Или если не готовы Тут перевернуть Эти большие куски Я еще знаете Что сделаю Давайте термометр Туда установлю В какое-то Вот в мясо Прям вовнутрь Воткну Чтобы внутреннюю температуру Увидеть Вот Как-то так Ну все вроде нормально Процесс пошел Здесь кстати уже горячо Видно спираль Греется Ну можно конечно Посмотреть Как дым идет Но это ждать неохота Вот Ну когда оно Уже работает Он дымит отсюда Конкретно В общем если я тут буду Где-то поблизости Оно будет дымить Запишу маленький кусочек В общем друзья Прошло три часа Видите Идет дым Не очень видно Сейчас светло Может вам Прям видно Как валит Так Значит Топилки Я засыпал час назад Последний раз Температура Мяса Это температура Внутри Температура Мяса 157 То есть Для свинины Безопасная Температура 160 Но может быть Она была выше Потому что Она обычно Ну Посмотрим В общем Я обычно не открываю До конца Но сейчас Так как нестандартная Ситуация Потому что Курица маленькая Мяса большой Открою Быстренько Посмотрю То есть Возму сначала Курицу Одну посмотрим И потом Подумаем Что делать Со свининой Ох 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 Смотрите Какая здесь Красота Это просто Что вообще Бомба Какая-то Обалдеть Можно Обалдеть Так Ну я-то сейчас Еще подсыплю Опилок Так Ладно Взять Тогда Надо Самый Это Корочок Большой Вот этот Посмотреть Посмотреть Его Так Покажу Крою Пусть Процесс Идет Так 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 Сок Вроде Прозрачный Я кровью не вижу Но сейчас разрежем Для уверенности Посмотрим Смотрим Выглядит Вроде Все готово Даже Здесь Между костями Все Выглядит Круто Да Ну тем более Это самый крупный То есть Те Наверное Будут Еще Более Проготовленные Сейчас Попробую Кусочек Надо Просто Обалдеть Вообще Не описывать Словами С Магазиной Ни в какое Сравнение Вообще Не идет Просто Бомба Тем более Она Еще Когда Полежит Она Станет Еще Лучше Вкуснее Просто Обалдеть Так Ладно Я сейчас Наверное Узнаете Что Сделаю Потому что Мне пришлось Отключиться И Съесть Ту Ножку Потому что Невозможно Было Терпеть Она Такая Вкусная И Сейчас Я Подсыплю Опилок Потом Я Эти Ножки Достану Потому что Их уже Нет смысла Больше Готовить Они Уже Готовы Там В них Уже Достаточно И Копчения И Аромата В общем Они Полностью Уже Нормальные То есть Именно Такие Как Они Должны Быть Они Еще Когда Полежат Они Еще Лучше Станут Когда Их Сразу Достаешь Не Можешь На Прошлый Раз Курицу Там Еще Держал После Того Как Она Закончилась Она Была Вообще Обалдеть Сейчас Сюда Сложу Так Офигеть Просто Вот почему Всегда Лучше Самому Готовить А не Покупать Всякую Дрянь Вот Эта Коптилка Уже Окупилась Пипец Миллион Раз Даже Считаю За Не знаю Наверное За Этот Гот Окупилась Если Посчитать Сколько Я В ней За Предыдущие Годы На Коптил Там Рыбы И Всякой Фигни Ну Посмотрите Это Просто Обалдеть Что Можно Вообще Тут Говорить Даже Но Вкус Я Не Знаю Я Сейчас Буду Почему Я Их И Достал Вот Там Даже Крышка И Вот Что Делать Со Свининой Не Знаю Надо Наверное Вот Здоровую Вытащить И Посмотреть Какая Она Внутри Разрезать Может Быть Если Она Слишком Сырая Надо Увеличить Температуру И Запустить На Дольшее Время Ну Как Она У меня Еще По По Моему Плану Час Но В Любом Случа Видите Не Зря Открыл Ее Перевернуть Надо Потому Что С той Стороны А Видите Как Сильно Закоптилась Вон А С этой Как То Вообще Ну Меня Что Радует Что Она Не Мокрая Не Такая Как Вареная Сейчас Посмотрим Сок Сок Кстати Прозрачный Посмотрим На Тут Самом Толстом Месте 144 Маловато Должно Быть 160 Может Не Прогрелся Еще Термометр Все Давайте Закроем Проверим Температуру У 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 Я Сейчас Принесу Свой Термометр Еще У 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 меня на душу было 160 то может быть даже 165 40 все все что ли 140 это мало конечно значит надо температуру увеличивать самой коптилки и но сейчас остался отменить его и поставить на час на 250 шуля перевернуть их еще мало 140 очень мало но он чем-то по чуть-чуть движется но это херня это не то что должно быть давайте здесь проверим да но я такие здоровые никогда не коптил я коптил много-много-много свинины но я такие большие не коптил никогда может быть видите они просто здесь как бы у тут я думаю тут сто процентов тонкие участки уже прокоптились ладно так сейчас вытащу большую тогда еще эти термометры тоже хрен узнал насколько они точны чего не там вообще показывает 140 это мало хоть и софт прозрачный маленький нет смысла смотреть надо смотреть большой охренеть кусманишь так что здесь ну да этот видите как так ладно тут перевернем его все равно надо закапчивать сейчас посмотрим этот я его сейчас разрежу просто пополам ситуация будет сразу видно как-то установиться так и да Охренеть просто Но оно не выглядит Никак с сыром Оно стопудово уже готово Обалдеть просто Вкус просто чума Ладно Кладу их тогда обратно И короче еще на час Ну поставлю наверное ладно Фиг с ними на 250 Раз куски толстые Чтоб уже уверенность была Так Опилки я кинул Давайте на всякий случай посмотрим Что там происходит Опилки там есть Раз у нас уже открыто Видите Они там Которые я только что засыпал Старые все видно попрограли Потому что я уже кидаю Четвертый стакан получается Так Все круто Установим обратно Датчик Сюда Вот так вот Закроем Так Ну осталось сейчас Правильно Отключим Включим снова Установим температуру Поставим на 250 Нечего не научиться И время поставим Час На час хватит Короче погнали Все запущено В общем через час посмотрим Хотел на рыбалку пойти Но Не пойду Потому что Я люблю рыбачить Так на расслаблении Сейчас у меня просто еще Другие дела Сейчас все бросает Лететь сломать голову В принципе Удочки у меня все В машине собрано Но я решил Что Не буду пороть горяжку Закончу лучше с копчением Сегодня И Поребачить я в любой день Завтра после работы Еще поеду В общем Я пошел Пока есть эти Ножки И Через час посмотрим Свиномы В общем друзья Закончилось Когда я не знаю Я Не успел Посмотреть Все Видите Мясо внутри 160 Температура Если была 250 Сейчас уже 190 То Я думаю Сто пудово Все готово Можно было бы Конечно Тут его Ну так и оставить Остывать Я обычно так делаю Но Так как я записываю Видео То это уже просто Чтобы вам показать Потому что Я уже На сто процентов Уверен Что все готово В общем Температура Измерялась В Получается В самой толстой Вон той штуке В части В общем Давайте Я не знаю Ну давайте Ее и попробуем Чтобы уже Сто процентов Была уверенность Так Термометр Прячем Блин Ну ведь Друзья Я просто Не буду врать Это просто Бомба Ну посмотрите Сами Как он Выглядит Все А О Косочки Какие А Обалдеть Просто Я не знаю Правда Как все Это съесть Проблема Будет Что-то я Разогнался С Так Давайте Давайте Вот этот Не будем Пробовать Потому что Понятное дело Он был с краю Он хорошо Прокоптился Поэтому Отрежем И Тоненький Тоненький Выглядит Просто Вообще Не знаю Это Какая-то Просто Чума Так Так Беру Вот Этот Тоненький Тоненький Но Я Так Так Я Как бы Никогда Не ел Я Первый Раз Сделаю Немного Оригинальное Получилось То есть В принципе Я не знаю Что я ожидал То есть Оно Как знаете Чем-то Напоминает Свиную Буженину Ну И С таким Копченым Вкусом Очень Сочная Но Немного Пресная Мне Кажется Может Быть Не Очень Промариновалась Потому Что Курица Промариновалась Очень Хорошо Здесь Как-то Вот Но В любом Случай Как бы Ничего Негативного Сказать Не могу Офигенная Такая Вот Постная Свинина Практически Без Жира Пойдет И на Бутерброды На Сэндвичи На Салаты Ну И Так Можно Есть Кусок Отрезал И Съел В общем Доволен На 100% Но Буду Еще Как бы Думать Что Можно Как Ну Вообще Мне Кажется То есть Как бы От мяса Зависит То есть Такого Мяса Ничего Другого И нельзя Было Ожидать Или Его Надо Было Может Еще Мельче Резать Но Оно Получилось Офигенно То есть Это Что-то Типа Получилось Что-то Типа Свиной Буженины С Таким Копченым Вкусом Вот Но Я Туда Просто Положил Потому Что Там Еще Температура Есть Пусть Она Там Еще Полежит Не Знаю Часок Она Становится Вкуснее Вот И Все Вешером Ее Достану В общем Вот Такие Дела Пишите В комментах Идеи По Копчению Что Вы Любите Больше Всего Коптить Рецепты Всякие Копчения Вот Ну И Буду Вам Тоже Современно Еще Показывать То То Как Я Коптил Очень Много Всего Коптил Рекл Ребра Коптил Свиные Коптил Говяжий Коптил Вот Ну Буду Еще Буду Естественно Коптить Еще Много Всего Есть У меня Планы Не Хочу Просто Сейчас Пока Раскрывать Вот Но Пока Этот Год По Копчению Очень Удачный То Все Что Коптил Все Получалось И Куриные Штуки Вообще Бомба Вот Эта Свиная Ну Не Сельзя Сказать Что 10 8 Из 10 Почему 8 То Нельзя Сказать Что Есть Какие Недостатки То Я Вам Говорю Это Чисто Я Думаю Специфика Мяса То Есть Оно Постное Поэтому По вкусу Такое Получилось Как Сочное Но Как Немного Пресное То У него Особо И Никакого Вкуса Нет Снаружи Оно Как Получается Копченое Там Жир Чуть Есть А Внутри Оно Просто Курица Голяшки Они Очень Вкусные Потому Что Ну Как Они Промариновались У них Такой Прям Ну Вот Точно Вкус Как У Копченой Курицы Но Намного Вкуснее Чем У Покупной То Именно Они Такие Вот Прям Копчение Чувствуется И Вкус И Курица Чувствуется И Маринование А Здесь Ну Просто Вот Как Свинина Вот Даже Если Бужнину Когда Делают Чеснок И Перец Добавляют То Как Мне Кажется Просто Не Хватает Каких Вкусов Но По Питательности Я Думаю Что Это Обалденная Вещь То Свинина Это Протеин Мало Жиров То Очень Полезная Если В принципе Там Ну Когда Уже Ешь Добавляют Специи Там Соевый Соус Там Кетчуп Какой Аджику Я Не Знаю Это Будет Вообще Всем Огроменское Спасибо За Посмотр Пока Пока